МОСКОВСКАЯ школа Элитная школа или логово педофилов интернет-издания пестрят новым скандалом почти 25 лет в одном из учебных заведений столицы. Якобы совращали воспитанниц. Самыми внимательными читателями громких статей стали представители правоохранительных органов. Выдержки легли в основу доследственной проверки. Из сообщений одного из интернет-изданий следует, что на протяжении долгого времени преподавательский состав, в том числе и директор учебного заведения, расположенного на юго-западе Москвы, вывозили учащихся в детские лагеря, где совершали в отношении них действия сексуального характера. По данным автора статьи, посягательства на половую свободу и неприкосновенность детей происходили также на территории школы. И все это могло продолжаться все то время, что на юге столицы существовала Лига школ, учебные заведения для одаренных и творческих. В ней не вели дневников и журналов, ботанику изучали на открытом воздухе, ходили в походы и отдыхали на деревенском подворе директора. Теперь бывшие воспитанницы заявили журналистам. Там якобы их и пытались совратить. В этом они обвиняют директора школы Сергея Бибчука и его заместителя Николая Изюмова. Я замечала, что они были устроены таки модерно, что они были устроены как естественная вещь. Именно Ирина Дмитриева и стала собирать факты о якобы существовавшем школе насилия. После того, как одна из учениц рассказала ей о приставаниях со стороны директора. Если верить статье в интернете, всего было больше 20 таких случаев. Раздевание, объятия, поцелуи, признание в любви. По словам бывших школьниц, одна из них после продолжительной связи с директором была вынуждена сделать аборт. Для другой руководитель Лиги школ якобы устраивал дополнительные занятия по математике в собственной бане. Все, чего мы хотели тогда и чего мы хотим сейчас, чтобы эти люди больше не занимались детьми никаким образом. Не имели никакого отношения к педагогике. Лига школ действительно была особенной. Там пытались воспитать личность. Но те, кто там учился и даже преподавал, многие из новаторских педагогических приемов находились странными. Например, в той же статье ученицы вспоминают, что чуть ли не каждую из воспитанниц, замдиректора Лиги школ на входе в учебное заведение встречал поцелуем. Николай Визюмов заявил РЕН-ТВ, все эти рассказы не более чем клевета. В них нет ничего, кроме застарелой обиды. Они продолжают оставаться для меня. Бывшими детьми, очень хорошими, интересными, бывшими выпускниками, с которыми я дружил. И я не испытываю ни злости, ни ненависти по отношению к ним. Только боль. Лига школ была закрыта в 2015 году. Бывшие воспитанники уверяют, что случилось это после того, как они пришли к директору с ультиматумом. В руководстве школы говорят, она просто не соответствовала новым правилам Минобра. Ведомсти следят за тем, как развивается ситуация и готовы сделать свои выводы. Когда у нас будут сейчас материалы, так сказать, следственные, и материалы, которые определяют степень тяжести этих людей, то мы с вами можем предметно говорить. То, что обвинения в адрес педагогов возникли лишь сейчас, многим кажется странным. Но точку в скандале могут поставить лишь правоохранительные органы. Пока же те, кого бывшие воспитанницы обвиняют в сексуальном насилии, продолжают работать в сфере образования. Уроков, правда, больше не ведут. Это было четверть века назад. Родители Веры Валяк считали, что их дочь уникальная, и отдали ее в лучшую, как им казалось, школу, созданную специально для одаренных детей. Она называлась Лига школ. Если тебя выделял преподаватель, то ты был особенный среди особенных. Веру как раз выделял сам директор, он же учитель информатики и математики Сергей Бипчук. Мне либо было 13, либо только исполнилось 14. Мы поехали к нему в гости, и через какое-то время все решили уходить, а он такой говорит, ну ты можешь остаться. Для меня секс не был чем-то желанным. Но вместе с тем ситуация была такая, что я была одна с ним в его квартире. И не знаю, как об этом говорить. Лишь спустя 25 лет Вера решилась рассказать, что занималась сексом с директором школы. В его квартире, в самой школе и в загородных поездках с учениками. Инцидент с групповым сексом с ним, с его будущей женой и со мной, это было как раз вот Фомино. И было Фомино, и была еще одна дача. Это была тоже баня. Потом он меня увозил на машине, он меня увозил в лес. Загородный дом директора школы находился в деревне Боброво в Тверской области. Оказаться здесь гостем считалось большой честью среди школьников. Сюда Сергей Бипчук приглашал девочек дополнительно заниматься математикой. И часто проводил свои уроки в этой бане. Деревня окружена диким лесом. И выбраться отсюда самостоятельно, без машины, просто невозможно. Вера Валяк была уверена, что это только ее личная драма. А потом неожиданно узнала, что то же самое переживали десятки других воспитанниц разных лет. Директор Сергей Бипчук и его заместитель Николай Изюмов теперь обвиняются в многолетних сексуальных домогательствах. Бипчук и Изюмов, они были, как сказать, харизматичными лидерами, которым, в принципе, можно было все. И родители чьи-то, может быть, что-то видели, какие-то кусочки, но это все как бы заметалось под ковер. Моя мама, которая ничего не знала об этой истории, она вчера с ней говорила, она сказала, что я не могу поверить. То есть для нее Бипчук был всегда там, был на пьедестале всегда. Кажется невозможным, чтобы такое происходило в государственной школе много лет с девушками из приличных семей, да еще и на глазах у других учителей. Это все достаточно длинная история, потому что школ было две. А первая школа была школа Икс. В 94-м открылась лига, которую создал Бипчук, когда его выгнали из Икса. И, как я теперь понимаю, выгнали именно за вот то самое, за домогательство, за сексуальную связь с ученицей. Учитель литературы Елена Злобина еще в начале 90-х знала, что и одной ученице пришлось делать аборт. Но решила не предавать огласке эту историю. Тогда казалось, что скандал может навредить и ребенку, и репутации школы, в которой Елена в итоге работала почти 20 лет. А потом Бипчук женился. И я, как, не знаю, наивная кретинка, решила, что, значит, это вот женился, молодая жена у него, ребенок скоро будет. Я воспринималась, что это был единичный случай, когда вот он поддался как бы искушению. А про то, что и заместитель директора Николай Изюмов неравнодушен к восьмиклассницам, знали почти все. Зауч лично встречал у входа каждую девочку и целовал ее. Но такой подход казался лишь частью педагогического процесса. Все больше становилось каких-то душевных разговоров один на один. Слово за слово, потом начались прикосновения на уровень, там, обнять, посидеть на коленках. А потом, по-моему, я зашла к нему в кабинет опять же о чем-то поговорить, и мы поцеловались. Второй участник этой сцены, зауч Лиги школ Николай Изюмов, тоже согласился дать интервью. Но он считает себя невиновным. Интимное пространство – это вещь, в которую я никогда не вторгался. Вы могли обнять ученицу? Почему нет? Ну, как это? Что так же нельзя обнять? Взять за плечи, там, все. Понимаете, есть сексуальное догомогательство, когда тебя насильно обнимают, и там начинают целовать и засовывать язык в его, правильно? А есть обычные нормальные отношения. То, что он отрицает, что были какие-то посягательства с его стороны – это ложь. Он целовался со мной. Я знаю точно еще двух девочек, с которыми у него тоже были поцелуи, прикосновения. Да, до секса не доходило, но и это тоже от взрослого человека с 13-летними, 14-летними девочками недопустимо. Доказательства бывшей ученицы показывают любовную записку, которую 20 лет назад получила от зауча. Если мы не воспользуемся предоставляющимися нам наслаждениями... Впрочем, Женя Семина признается, что тогда ей тоже казались нормальными такие отношения. Атмосфера в школе была, в принципе, такой, что грань между ребенком и взрослым, и тем, что можно, что нельзя, была очень сильно стерта. Неизвестно, как бы все закончилось, если бы о романе с учителем тогда не узнала мама Жени. Правда, жаловаться Марина Семина отправилась к Сергею Бипчуку. И тот, конечно, не стал увольнять своего зама. Ну, вот вы еще раз спрашиваете, почему мы тогда не обнародовали? Именно потому что мы жалели своих детей, психику своих детей. Вот это самая основная была причина. В итоге Женя Семина перевелась в другую школу. А Николай Изюмов и Сергей Бипчук еще 17 лет продолжали делать то же самое с другими школьницами. Мы просто с мужем были в шоке. Конечно, когда об этом услышали, потому что школа была неординарная, замечательная, великолепная. И мы, в общем-то, доверили своих детей вот этим педагогам, которых мы считали просто действительно педагогами от Бога. Все это, казалось бы, частный случай. Но всего полгода назад в прессу попала похожая история про элитную московскую школу 57. Тоже педагоги от Бога, особенные дети, закрытая семейная атмосфера и многолетние сексуальные связи. Главный фигурант скандалов 57-й историк Борис Мейерсон. Он даже внешне похож на Сергея Бипчука. Мейерсон в свое время стал героем документального фильма. Бипчук часто давал интервью о том, как должна выглядеть школа.